Эмо – жанр рок-музыки, характеризующийся тем, что акцентируется на эмоциональном выражении. Этот термин также описывает субкультуру, отличающуюся своими фирменными прямыми волосами с длинной челкой. Плюс джинсы, скини, шипованные пояса и майки с любимыми эмо-группами, а также бесчисленный персинг лица. Субкультура эмо стала популярной в середине двухтысячных. Те, кто одевался и причислял себя к этой субкультуре, называли себя эмо-кит и эмо. Взрывная волна групп этого жанра была бесчислена к концу нулевых на Западе. Однако численность эмо сильно упала в начале десятых, оставив и культуру эмо, и их музыкальные тренды далеко в памяти бывших эмо-кидов. Меня зовут Энтони Бадье, и сегодня я проведу день с современными эмо-кидами, чтобы узнать правду об этом стиле жизни. И чтобы узнать, как он развился после того, как исчез в прошлом десятилетии. Наши эмо-простые люди, чувствующиеся комфортно, выражая эмоции через одежду и музыку? Или они сверхчувствительные антисоциальные одиночки, скрывающиеся за своими челками, чтобы сбежать от реальных взаимодействий? Стиль жизни эмо действительно по-прежнему жив и процветает? Или же современные дети потерялись в темном параде боли и тьмы, держась за тренд, потерявший свою актуальность около десяти лет назад? Эй, Астер! Привет! Ферни! Эй, Энтони! Джонни! Как жизнь? Спасибо большое, что пришёл рассказать нам о чудесном мире эмо. Чудесном. Кем ты себя считаешь? Эмо, ребёнком сцены? Слушай, ну, возможно, каким-то странным миксом всего. Иногда я чувствую себя стопроцентным, эмо. Ага. А иногда, когда я занимаюсь волосами, я королева сцены. Эм, эмо-бой. Эм, эмо-бой. Эм, я полаг... Гугл говорит, что я эмо. Гугл тебе так сказал. Это я. Ты в третьем ряду. В третьем ряду. Вау! Ты, получается, как определение слова эмо? Конечно! Что представляет из себя быть эмо? Возможно, прическа, тату, пирсинг как стиль. Вообще, тату это весело. Это, типа, тебя как притыкают с тату-машинкой. Тебе нравится, когда тебя притыкают? Да. Окей, у меня укусы змеи, укусы ангела. Мне кажется, называется укус пса, когда у тебя полный набор. О, Иисусе, воу, у тебя еще и скрытые пирсинки. У меня еще туннели же растянуты. Воу, а ты сможешь туда кулак засунуть? Ну, иногда мы так делаем. Это не те эмо, какими я их помнил. Сколько ты уже эмо? Шесть лет. Где-то лет девять. Уже десять лет. Что первым тебя вдохновило, чтобы стать эмо? Я слушал тревожную хардкор музыку. Так. Ну, типа, музыка, в которой есть эмоции. О, да. Ты их чувствуешь, понимаешь? Ты их слышишь в музыке, в голосе. Ну, вроде врубаешь. С какой частью эмо-культуры ты больше всего себя ассоциируешь? Да для меня это просто естественно. Я просто грустный парень. Так что, грустные песни, грустные одежды для грустного человека. Я вот таким всегда был. Но ты идешь такой по улице в наушниках, слушай свою любимую песню, она тебя прям реально захватывает. С высоты моей эмофазы, когда у меня были идеальные волосы, когда носил любимую одежду, а в уши мне орало тяжелое с брейкдаунами, и я такой... Ты помнишь, что чувство, когда ты надел свои первые эмо-скини-джинсы? Да, это было очень-очень-очень тяжело, потому что... Помню, как я пришел в женский отдел, и мне нужно взять женские скини. А мне 13 или типа того, и я думал про себя, а что застой? Какого хрена, чувак? Ты раздражал сам, походу, женский отдел? Ну, я... Да, меня смущало, да. Да. Но так было, пока я не начал краситься. А это осуждается крушать очень больше. Или когда у меня появились длинные волосы, тогда... Люди больше осуждали длинные волосы? Слушай, конечно, да. Офигеть, а почему? Ну, знаешь, ты просто натыкаешься на некоторых людей, которые даже другую одежду на других людях не воспринимают. То есть они или что-то не понимают? Или, может, просто ограничены? Ты всегда можешь сказать «Окей, бумер». От бумера это и слышим. Я такого не говорил. Не говорил. Какого хуй? Прежде чем мы узнаем еще больше о чудесном мире Эмма, я хотел бы поблагодарить вас за поддержку этой серии. Каждый раз, когда вы смотрите наше видео, вы поддержите и эту серию роликов. Вы косвенно поощряете интересных гостей, которые появляются в этом шоу и делятся своим уникальным жизненным опытом с нами. Каждый из вас, кто подписался, и особенно вы помогли, если включили колокольчик и включили все уведомления, только так вы поможете тому, чтобы эта серия роликов выходила. Из-за всех тем, которым мы поднимаем, весь канал практически демонтизирован из-за политики Ютуба, которая не позволяет нам заработать ничего на этих видео. Если вы хотите еще как-то поддержать, то вы можете заказать мой мерч в моем магазине, который поможет мне снимать эту серию роликов и платить моей шикарной, прелестной, замечательной команде, которая помогает этому всему выходить. Я никогда не смогу вас достаточно облагодарить. Это все, что я вам хотел донести. А теперь давайте вернемся к изучению чудесного мира Эмма. Ты с гордостью говоришь людям, что ты Эмма, или ты хранишь этот секрет? Я полностью открыт. То есть ты по-другому не можешь с твоим видом, да? Да, это правда. Не думаю, что для кого-то секрет. Мне кажется, такое сложно держать секреты. Да, да, это забавно, потому что ты не выглядишь так... Так, типа, шокирующе ярко. Для меня, потому что... Потому что я уже видел такие образы, но для большинства людей это может быть ярко и шокирующе. Да, им кажется, что если ты не в субкультуре, там не в Эмма, то ты не должен хоть как-то выделяться. Как ты думаешь, почему многие люди имеют такое жесткое суждение против Эмма? Люди просто полагают, что ты гей, если ты используешь мейкап, или, типа... Типа... Ну, знаешь, приглашаешь хоть какие-то усилия к тому, как ты выглядишь. Даже со мной такое было, хотя я только волосы выпрямлял. Да. Я не юзал мейкап и ничего такого. Да. И люди всё равно предполагали, что я гей, чисто из-за этого. Ты становишься легкой мишенью, потому что ты одеваешься ещё не так, как люди большинство привыкло. Э, те на лице маленькую мишень такую рисуют. Люди хотели бы узнать, ты работал ли или хотел бы работать как-нибудь в Hot Topic? Я работал в Спенсерс, но не в Hot Topic. Мой кореш вон там, вот он и работает в Hot Topic. То есть это всё правда? Это правда. Не хочешь нарисовать эскиз татуировки для меня? Ты просишь меня нарисовать эскиз тату? Да, именно. И ты сделаешь её на своём теле? Да. Ладно. Ты можешь расписаться, то я все будут знать, кто это рисовал. Я даже не знаю, что мне сегодня придётся дуть на дизайну тату. Я хочу, чтобы всё было спокойно. Никакого давления. Ладно. О, блин. Окей. О, нет. Нет, ты меня возненавидишь. Я даже не знаю, как ты это воспринимешь. Так. Я представляю тебе разбитого Пикачу. Он красивый. Ты можешь добавить ему ещё слезу? Да. Он идеален. Если это видео наберёт больше ста тысяч лайков, я приеду к тебе и буду с тобой рядом, когда ты будешь делать эту татуировку. Пожалуйста. Мы присоединимся к Астеру в этом приключении. Пожалуйста. Это же будет просто потрясно. Учитывая, что Эмма – это сокращение от эмоциональной, ты считаешь себя чересчур эмоциональным человеком. Да, да. И определённо очень эмоционально. Я очень часто записываю эмоциональные песни и снимаю эмоциональные видео. Знаешь, просто бывают такие ночи. Два часа ночи. МКР играет, и ты просто, ты просто, ты просто, ты просто not ok. Что бы ты хотел высказать всем, кто выражает жёсткую критику относительно эмо? Каждый выражает себя по-разному и осуждать других людей не круто. Дорогие люди, которые жёстко критикуют эмо, остановитесь. Да, спасибо. Такая речь. Многие из тех, кто смотрит это видео сейчас, могут идентифицировать себя как эмо, но боятся при этом осуждения. Что ты можешь им сказать? Многие люди так сильно боятся того, что скажут о них другие или их работа уже давно не приносит им настоящего счастья. И они проживают поздние годы жизни и начинают понимать, что больше не могут не быть собой. Да. И наконец говорят себе, нахуй это. Да. Если хочешь что-то сделать, что заставит тебя чувствовать больше себя самим собой, это просто сделай. Сделай это. Просто сделай это. По-моему, какой-то бренд так постоянно говорит. Не знаю, о чём ты. Да, кажется, это был Рибок. Что твои родители и твоя семья думают по поводу того, что ты эмо? Им нравится. Им нравится? Да, моя мама снялась со мной в видео басфит, где я превратил её в эмо. Ни хера себе. Так что она приняла это. Кайф. И как она выглядела? Ужасно. Но она моя мама, так что она выглядела чудесно. Ты надеешься быть эмо до конца своих дней? Эм, я надеюсь, что... Звучит очень поэмовски, правда. Я хотел сказать, что я никогда не боялся выражать то, что я чувствую в данный момент. И если я не захочу эмо прическу и не захочу так одеваться, то, надеюсь, мне хватит храбрости делать то, что я искренне хочу. Да, потому что мне интересно, сколько я смогу этим ещё заниматься. Может, поставлю какой-нибудь рекорд Гиннса по продолжительности? Да, они определённо это запишут. Самый продолжительный эмо. Продолжительный... Что? Ты вообще как? Да, они определённо его запишут. Как ты считаешь, какое самое большое заблуждение про эмо и эмо-культуру? Я не всегда грустный, мне иногда весело. То есть ты притворяешься грустным. Я как Зуландер. Ты, Бэн Стиллер? Немного. Ты такой... Он шарит. Ты, наверное, тоже так делал? Я тоже так делал. Красиво. Теперь настал момент, которого все так ждали. Время для эмо-макияжа. Она будет мне помогать, потому что она иногда становится моим советником по стилю. Да. Что? Я столько времени потратил, чтобы найти эмо-девушку, и вот она ты. Я существую. Ты хочешь, чтобы тебе волосы выпрямил? Да. Смотри. Вообще, я даже не знаю, как этим пользоваться. Да я прикалываюсь просто. Какого хера? Знаешь, когда я смотрю твои видео, я такой, что я делаю? Я подписываюсь? Тебе лучше отказаться от негативной части этих слов. Я когда тебя смотрел, я был еще совсем ребенком. Я никогда даже не думал, что будут тебе волосы выпрямлять. Никогда не думал, что ты растешь до прямоты моих волос? Брэнда Нури сейчас выглядит так, как я думал, у тебя будут выглядеть прямые волосы. Но нет, поэтому же я тут. Нет, чувак. Я не вижу, как Брэнда Нури. Он выглядит как ты. Так, давайте пока вернемся к моему точьему телу. Пока выглядит что-то тесновато. Я смог. О, да. Вот так вот ты и надо будет носить. Пока, пока мое тело не превратилось в тело 30-летнего старика. Все нормально? Нет. Это ужасно. Чел, ты же реально мою уверенность подрываешь. Как ощущения? Ощущения мощно. Кажется, я становлюсь тем, кем всегда и был. Глаза будут черные, как его душа. Сожги меня, детка. Я, честно говоря, даже не ожидал, что будет настолько она большая. Это кому ты рассказываешь? О, вау, ни хрена себе. Дай мне лак, дай мне лак. Он будет смотреться по-новому. Эй, Кэрен. Да? Заберешься на сына из школы? Да, у меня есть мини-вэн, но я захвачу апельсиновые дольки. Хорошо, он тебя ждет. Он хочет еще апельсиновый сок. Естественно, у меня есть апельсиновый сок, я без него никуда. Время Моша. У меня на самом деле есть подарок для тебя. Лучшая футболка интервьюера. Ты можешь перейти на поделос-шоп. И ладно, не буду портить твой эмо-день и даю тебе ее бесплатно. Это реально сделал мой эмо-день. Я очень счастлив. Красота. Эй, народ, вам нравится печаль? Подписывайтесь. И обязательно таките на колокольчик. Так, у тебя есть пять секунд, чтобы рекламировать все, что угодно. Прямо в камеру, вперед. Кайф. Подписывайтесь в Инстаграме, я люблю эмоушен. И на Ютьюбе Ферни Мэг. Подписывайтесь на Элис, потому что она крутой визажист. И Хелли Сноу Фокс. Инстаграм, The Swing Plant. Застрявшая татуировка. Джонни Гилберт. Везде. А еще посмотрите Angry Birds. Там есть Энтони. Черт возьми. Я не смеюсь на тобой, он хорош. Спасибо большое, Берни. Мне кажется, я теперь полностью понимаю чудесный мир эмо. После дня, проведенного современными эмо, я пришел к осознанию того, что этот стиль жизни нечто большее, чем просто тренд. Все-таки он помогает им выражать себя в том виде, в котором они чувствуют себя более уверенно. В обществе, в котором продвигается свобода самовыражения, то мы такие, чтобы судить кого-то за самовыражение через одежду или музыку. Когда это приносит радость в жизни. Увидимся. Пока, народ. Если поставить лайк, он будет кровоточить. Перевели сёстры Лопатина. Озвучил виски. Ага. Чё как Лос-Анджелес? Лос-Анджелес? У-у-у. Зашибись, мы называемся Бордюр бьет мой пенис. Я вас люблю, ребят. Спасибо, мистер Амуф. Это наш первый трек, он называется. Я буду плакать, пока не утону в собственных слезах и не умру от удушья и соленого вкуса этих самых слез. Тсс. Помогите. Спасибо. Было прям круто, чувак.